Приветствую вас! Вы знаете, честно говоря, я вот даже по началу не очень хорошо себе представлял, как ответить на ваш вопрос, потому что в том ключе, в каком вы вы задаете отвечать, у меня нет возможности объяснить вам, почему я не могу. Почему вы задаете свой вопрос некорректно, неправильно, и почему вы самой постановкой вопроса показываете одну из причин, почему муж уходит к маме, ну, мне, если честно, видится достаточно слабой, слабо вероятно, потому что... Я отдаю себе отчет в том, что вы жили так достаточно большое количество времени, и вам будет довольно сложно выйти за рамки, за пределы, как бы, тех шаблонов мышления, в которых вы находитесь. Отсюда и проблема подхода к ответу на ваш вопрос. Тем не менее, я попробую вам ответить, надеюсь, что вы отнесетесь к этому максимально внимательно и максимально серьезно. Муж ваш, это не ребенок, которого нужно образумить, это взрослый, состоявшийся как минимум человек, со своей устоявшейся системой ценностей. И, когда вы пытаетесь его образумить, вы, по сути, занимаете по отношению к нему родительскую позицию, то есть позицию доминанта, позиции давления. Вот. Может быть, даже контроля за ним. И, с одной стороны, мужчине это может не нравиться, то есть вы занимаете по отношению к нему именно такую роль, такую позицию. С другой стороны, вполне может быть, что вы преследуете некие свои какие-то цели в том, что пытаетесь его образумить. Ну, а по итогу, получается, что ничего хорошего из этого не выходим, потому что стремления и желания какие-то есть у вас, у вас. Отвечает за это ваш молодой человек, ну, ваш муж. Вот. И, я не думаю, что это хорошее подспорье для адекватных отношений, как минимум. Поэтому здесь мне хочется заострить внимание именно на этом моменте. Следующее. Если ваш муж уходит к маме, значит, ему что-то не нравится в вас и в ваших отношениях. Соответственно, вам, если вы хотите, чтобы он не уходил к маме, для начала нужно определить, почему вы не хотите, чтобы он уходил к маме. В чем конкретно выражается вред от того вам, что муж уходит к маме? Как вы можете сами нивелировать негативный эффект от того, что муж уходит к маме? Есть ли реальный вред от этого и есть ли прямая связь от того, что делает муж и с наступлением негативных последствий для вас? Вашему мужу выгодно уходить к маме, потому что он что-то получает от этого и, соответственно, вам для того, чтобы он перестал уходить, нужно лишить его этой выгоды. В лучшем случае, ну, в идеальном случае, вы можете сделать так, чтобы муж получал то, что он получает от ухода к маме у вас, просто у вас. И в таком случае, это будет прямым шагом к тому, чтобы он перестал уходить к маме. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Не меняя своего поведения, не меняя своего отношения к мужу, не корректируя его, свое поведение, вы не сможете сделать так, чтобы он перестал ходить к маме. Ну, просто потому, что он в этом нуждается. И если человек в этом нуждается, то хоть ты что делай, а он все равно будет так поступать. Для этого никуда не деться. Хотите вы этого или нет. Соответственно, я рекомендую вам для себя же самой определить сейчас, что конкретно вы хотите. Хотите ли вы что-то получить для себя? Если так, это один момент. И его нужно реализовывать своим особым способом. Если вы хотите сделать что-то для мужа и считаете, что муж вырядит сам себе тем, что уходит к маме, то другой момент. И здесь также нужно совершить целый ряд специальных действий. Это зависит от цели, разницы и ваше поведение, и ваше деятельность. Вот. Если вы пытаетесь что-то доказать своему мужу, что в данном случае образумить, имеется в виду доказать ему свою позицию на визуал, то вы волей-неволей его обесцениваете. То есть вы не принимаете его внимание, и его мнение, и его позицию, и его желание. Соответственно, здесь имеет уже место быть игры власть, что вы пытаетесь обрести власть над своим мужем. А поскольку власть это один из главных способов реализации потребности безопасности, то, соответственно, вы себя без власти, без контроля, а безопасности, судя по всему, не чувствуете. И, соответственно, вам нужно работать над своими личными границами и над правилами, которые позволят вам обрести безопасность вне зависимости от того, стояете вы на своего мужа или нет. Это то, что вам нужно сделать. Это то, что необходимо сделать. Хотите вы этого или нет. Ну, если вы хотите отношения с мужем восстановить, то в притоку придётся это делать. Варианта у вас нет. Если же для вас важнее именно что-то доказать мужу или доказать маме или себе, то это уже совсем другая история. И исход этой истории зависит от того, насколько вы отдаёте себе отчёт в личности, в вашем собственном, субъективном аспекте того, что вы хотите. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!